Профессия, о которой мы сегодня поговорим, это художник-постановщик. Но это тоже, на самом деле, бог подготовительного периода, потому что от того, как сработает художественный департамент, зависит то, что будет снимать оператор и вообще где будет работать режиссёр. Департамент большой, потому что, кроме того, что придумывается арт-концепт, потом ищутся локации, делаются декорации, шьются костюмы, подбирается реквизит. То есть это огромная подготовительная работа, создающая вот этот новый мир, фактически виртуальный мир кино. Как это ни парадоксально, но у нас не то, что мало, у нас почти нет профессиональной подготовки художников-постановщиков. Да, первая плеяда наших художников-постановщиков пришла из ГИКа. Такие мастера, как Павел Зальцман, Эндрис Корсакпаев и другие, но это было советское время, советская эпоха. На заре независимости, как это ни странно, художниками-постановщиками были архитекторы, дизайнеры. В частности, работали такие мастера, как Алексей Розенберг, Алим Сабитов, Юля Левицкая чуть позже. А современная молодёжь – это те, кто, в общем-то, пришли из смежных профессий. Может быть, тоже важно, Антон Балкунов работает в театре и в кино, Мухтар Мирзакеев – он дизайнер и художник-постановщик. То есть сегодняшние художники-постановщики, они больше пришли из смежных профессий. Сегодня о работе на картине «Конокрады» нам расскажет Александра Шигай. На «Конокрадах» у нас был небольшой подготовительный период, небольшой бюджет, поэтому, в принципе, мы, как я рассказывала раньше, приняли такое решение, что мы просто в аулы поедем заранее и будем всё набирать у добрых местных жителей, в аренду, в покупку, ещё как-то, и выставлять уже наши декорации на основе того, что мы найдём. И мы нашли очень много классных вещей, потому что я понимаю, да, с другой стороны, «Конокрады» – это как бы технически не такая сложная работа была. Мы ничего там не строили, никаких-то сложных декораций исторических. Но мне кажется плюсом, что она действительно очень выглядит натурально. То есть мы как-то вот, как Ерлан просил, найти какой-то дух Эндрю Уайта, мне кажется, мы нашли. И мы нашли очень много красивых курпе, нашли какие-то сундуки, всё это с такой историей, ковры, какие-то тряпочки, пакетики. Оно всё смотрится в кадре живо, это уже всё обжито, и мне кажется, что оно работает. А Ерлан всегда очень долго обсуждает, отправляет какие-то, я говорю, картинки, фотографии. Он где-то ехал, что-то сфотографировал. Он говорит, ну вот мне кажется, что это близко. И ты вот как-то начинаешь за какие-то детали хвататься, и дальше разгонять, 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 и уже от себя предлагать. А давайте вот так, может быть, сделаем. А вот это, а вот то. Где-то, я помню, мы покрасили стены в синий цвет фактурный. Ерлану сначала это дико не нравилось. Он сначала согласился, потом он откатился назад, сказал, что это фигня полная, но мы уже сняли. А в итоге, мне кажется, что в финале Ерлану понравилось. Потому что это финальная сцена, это конец фильма, это развязка, это показывает, что жизнь поменялась. Как будто бы внешне оно не сильно изменилось, но что-то и в мальчике, и в его маме поменялось. И нам хотелось, чтобы это вот какое-то было ощущение мечтательности сна. Натуральное воссоздавать намного сложнее, чем вот ты придешь, там все завесишь этими коврами, корпешками какими-то, сундуками, не сундуками. То есть наша эстетика вот аульской жизни, она настолько красивая, она безумно красивая. Я рассказывала, что ты когда к людям в дом заходишь, ты такого выгоревшего, красивого, голубого больше в жизни нигде не найдешь. Но люди же не красят какой-то уродской ярко-зеленой краской. Все равно это все вот оно как-то аккуратно под шторы, в курпе, они у всех истории. К этому нужно также относиться. Не вот не кидать это в лицо, а очень нежно к этому вот бережно. Но изначально, конечно, это все равно задумка Ерлана, потому что Ерлан любит натуралистичность. Ерлан очень нервничает, когда он видит, что что-то такое вот надуманное или вот специальное. И он начинает вот это, я говорю, все пачкать, раздвигать, какие-то крошки везде сыпать, потому что вот нужна жизнь. И когда с Ерланом начинаешь работать, первый проект, второй, на третий, ты уже сам привыкаешь, что, а, да, нужна жизнь. Нужно, чтобы это было натуралистично, не делать это все нарочито. Художественный департамент, это действительно художка, как ее называют в людях, в народе, это самая командная работа. Вот даже когда ты что-то заканчиваешь, у меня, например, нет совести говорить, а я вот, это вот моя идея. Это всегда все коллективное. И нужно, когда вот ассистенты, реквизиторы, это отдельные люди, которые тебе могут не просто что-то найти, а они должны понимать, что искать. У них должны быть свои мысли. И это так круто, потому что ты вроде как вот начинаешь с чего-то, а потом люди приходят и говорят, слушай, а давай вот так доделаем. А вот это вот, а я вот это вот нашел, и оно все раз-раз-раз и в пирамидку собирается. Поэтому мне кажется, что у художников вот важна вот эта командность. Потому что если ее нет, оно все рушится, там не должно быть никакой-то внутренней конкуренции, никто главный, никто важный. Оно вот должно каким-то монолитом быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok